Смотрите сегодня в программе. Эволюция приближает знакомый до последней кочки мир цивилизации к тому самому идеалу стратегической игры, о котором мы все так грезим. Четвертая часть не стала исключением из этого правила. Команда Strike Force. Эдакая пледноватая пародия на тот же Call of Duty или Medal of Honor, только с тремя главными героями. Веселые приключения команды Strike Force. Что такое Full Spectrum Warrior? Это тактическая стратегия непрямого контроля. Вы можете отдавать приказы, куда двигаться и стрелять, но не ждите их сиюминутного выполнения. Главное — тактика. Act of War — государственная измена. Приготовьтесь к войне в стиле телешоу, репортажей смес боев и бесконечные толпы террористов. Итак, военное предупреждение. Привет, меня зовут Борик, и вы смотрите программу ФАК. О чем эта программа? Сейчас я вам расскажу. Смотрите, сидите вы перед компьютером и играете в какую-то модную тактическую стратегию. И у вас вдруг появляется вопрос. Зачем я в нее играю? Тут же ни черта, непонятно, что делать надо. Так вот, если у вас возник этот вопрос, обращайтесь ко мне, и я на него вам отвечу. А также отвечу и на многие другие. Не будем терять время. Act of War — High Treason. О чем эта игра? Ну, конечно же, о войне. Здесь есть бравые бойцы, и есть террористы, которых эти самые бравые бойцы и прессингуют, где только смогут найти. А теперь они еще и могут воевать на море. Смотрите внимательнее. В России известна игра как Act of War — государственная измена. А локализацией и изданием этой стратегии в реальном времени занялась компания Rusabit-M. Разработчик — Eugen System. Официальные продажи начались 24 марта 2006 года, а у нас же Act of War появился лишь спустя полтора месяца — 9 июня. Мультиплеер рассчитан на игру до восьми игроков по локальной сети и через интернет. Отдельно стоит отметить, что Act of War очень требователен к железякам. Для хорошей игры вам понадобится процессор с частотой 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. Кроме того, не забудьте освободить 7,5 ГБ на жестком диске. Перед нами все тот же Act of War с его войной в стиле телешоу, репортажами с мест боев и бесконечными террористами. Хотя, конечно же, отличия тут же бросаются в глаза. Два самых важных нововведения в High Treason — система наемников и морские сражения. Наемники — это очень дорогие и мощные юниты, доступные сразу всем трем участникам потасовки. Геймплей благодаря этому изменился кардинально, причем самым лучшим образом. Твердая четверка! Наемников можно высадить в любой части карты и таким образом ударить по противнику с неожиданного направления. С морскими юнитами проще, чем с наемниками. Консорциум в основном использует небольшие маневренные корабли, которые очень сложно обнаружить. США действует грубой силой, выпуская на свет неповоротливые линкоры. Ну а спецподразделение Force Talon, как обычно, стоит примерно посерединке между террористами и регулярной армией. Механика морских сражений элементарна. Все это мы уже видели в самых разных стратегических играх. Не обошлось без ложечки дегтя. Алгоритм нахождения пути для морских юнитов никуда не годится. Так что приходится чуть ли не за руку обводить корабли вокруг преграды. Но, скорее всего, это недоразумение будет исправлено первым же патчем. Графика, в отличие от геймплея, не вызывает никаких нареканий. Да вы и сами все видите. Этот параметр у Act of War на пятерку. Звуковое оформление игры вряд ли сможет вас чем-нибудь удивить. Все стандартно, но при этом на довольно высоком уровне. Твердые четыре звезды. Act of War, High Treason. Действительно хорошая, сделана по-честному, добротная игра. Но все равно она далека от идеала. Да, наемники, флот, настоящие большие авианосцы и прочая ерунда, это все хорошо. Но на роль изюминки, настоящей такой большой изюмины, это все все равно не тянет. Хотя, с другой стороны, если вы сидели с большой ложкой и хотели добавки, то вы ее получили. Но не больше. Компота вам не достанется. Но, несмотря на все это, вопросов по игре все равно очень много. Первый вопрос. Как сэкономить на перевозке наемников? Ответ. Когда вызываете самолеты, заранее запланируйте их маршрут. Дело в том, что они прилетают очень быстро. Но выплаты начинаются с того момента, как вы нажали на кнопку вызова наемников. И пока вы выбираете место вылета, денежки все равно уходят. Вопрос. Помогите пройти миссию, в которой террористы захватывают аэропорт Нью-Йорка и берут в заложники весь персонал и пассажиров. Ответ. В вашем распоряжении сержант, который обязательно должен выжить. И четыре снайпера. Специфика этой миссии в том, что противник постоянно бежит отовсюду, а снайперы стреляют только из неподвижной стойки и очень медленно. Поэтому сразу же засекаем точку дополнительного задания и медленно продвигаемся туда. Спецназовцы будут быстро отстреливать тех, кто умудрился подобраться в упор, а снайперы расправятся с появляющимися на горизонте. Последний вопрос. Можно ли чинить корабли прямо в море? Ответ. Да. Но при этом они неподвижны и не могут стрелять. Поэтому стоит как следует все продумать. Потому что обратное отключение починки требует также дополнительного времени, за которое ваш корабль могут отправить ко дну. Друзья, если вы до сих пор не слышали о четвертой цивилизации, то меня вас придется отправить в космос. Шутка. На самом деле, по сравнению с предыдущими тремя частями, цивилизация 4 вышла на новый качественный уровень. Если вы поиграете в нее всего лишь одну ночь, то вы можете себя почувствовать Наполеоном, Бисмарком или Обворожительной Клеопатрой. Мне ближе роль индийского старичка по имени Ганди. Надеюсь, я вас заинтриговал? Казалось бы, простая идея, придуманная Сидом Меером в бородатом 1991 году, пережила столько перерождений и инкарнаций, что даже как-то не верится. По сути дела, со времен самой первой цивилизации от серии к серии геймплей претерпевает исключительно эволюционные изменения. Но ведь каждая такая вот очередная мини-эволюция приближает знакомый до последней кочки мир цивилизации к тому самому идеалу стратегической игры, о котором мы все так грезим. Четвертая часть не стала исключением из этого правила. В официальной продаже игра с 25 октября 2005 года в качестве разработчика выступила компания Fireaxis Games, а издателями стала 2K Games. Что касается мультиплеера, то игра рассчитана на хот-сид до 18 человек, а также игру по локальной сети и через интернет. Запускать игру рекомендуется на компьютерах следующей конфигурации. Процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. Несмотря на то, что эпоха великих игр, каковым всегда принадлежала цивилизация, давно прошла и настало время блокбастеров, четвертая часть старушки, наоборот, стала еще глубже, еще умнее и еще элитарнее. В общем, вкусняшка. Хотя некоторые модные веяния, конечно же, очевидны. Во-первых, цивилизация стала первой игрой серии, которая таки отважилась шагнуть в мир 3D. Как итог, совершенно потрясающая трехмерная графика, масштабируемый ландшафт, игрушечные модельки юнитов, которые все больше стали напоминать оловянных солдатиков и даже некоторые зачатки спецэффектов. Симпатично, но не более. На четверочку. Да оно, собственно, тут и не нужно. Во-вторых, в цивилизации впервые появится такое понятие, как роль личности в истории. Если ваше государство будет сильным и могущественным, то не исключено, что на определенном этапе истории оно сможет прородить на свет, например, великого полководца, изобретателя или знаменитого художника. В общем и целом, несмотря на не шибко-то революционные внешние изменения, внутренняя, главная часть цивилизации стала еще глубже, еще продуманнее и еще интереснее. Собственно, для истинных фанатов большего и не нужно. Одна из самых твердых пятерок — The Gameplay. Что же касается звукового сопровождения, то тут стоит отметить совершенно потрясающий факт. Подданные вашей цивилизации будут отвечать вам исключительно на своем родном языке. Одним словом, за звук ниже пяти баллов поставить тоже не получается. Четвертую цивилизацию ждет долгая и продолжительная жизнь, а также почетная старость на пыльной полке среди других шедевров. Во-первых, в стандартный комплект поставки с игрой входит мощный редактор карт сценариев и событий, но настоящая отрада для всех любителей игростроя. Во-вторых, впервые за всю историю в четвертой части появился наконец-то настоящий, серьезный и разнообразный мультиплеер. Благодаря огромному количеству настроек партии в Цивилизацию 4 могут длиться от нескольких минут до нескольких дней. Ну а теперь на примере ваших вопросов давайте поближе познакомимся с этой игрой. Вопрос. Как вылечить людей в городе? Ответ. Теперь это делают те здания, что раньше влияли на максимальное число населения и на очистку от загрязнений, а также реки и озера. Если поставить город на живописном берегу, акведук не потребуется. К тому же, помимо стратегических ресурсов и роскоши, появились ресурсы здоровья. Рис, бананы, пшеница, свиньи, овцы и коровы. Следующий вопрос. Как следить за расходами и доходами своей цивилизации и на чем можно сэкономить? Теперь стоимость оплаты того или иного здания перестала быть величиной постоянной. Смотрите во второй части программы. Что такое Full Spectrum Warrior? Это тактическая стратегия непрямого контроля. Вы можете отдавать приказы, куда двигаться и стрелять, но не ждите их всю минуту нового выполнения. Главное – тактика. Команда Strike Force. Эдакая пледноватая пародия на тот же Call of Duty или Medal of Honor, только с тремя главными героями. Веселые приключения. Команда Strike Force. Смотрите во второй части программы. Что такое Full Spectrum Warrior? Это тактическая стратегия непрямого контроля. Вы можете отдавать приказы, куда двигаться и стрелять, но не ждите их всю минуту нового выполнения. Главное – тактика. Команда Strike Force. Эдакая пледноватая пародия на тот же Call of Duty или Medal of Honor, только с тремя главными героями. Веселые приключения. Команда Strike Force. Прошло два года, и они вернулись. С постаревшими лицами и похорошевшим игровым процессом. Обрели новых товарищей, заручились поддержкой бронетехники, авиации и выучили даже новые трюки. Война все так же же теряет Закистан на части. Тираны не хотят успокоиться, а над мирными жителями навис геноцид. Full Spectrum Warrior. Ten Hammers. И вновь продолжает с собой. Вторая часть игры Full Spectrum Warrior, разработанная компанией Pandemic Studios, добралась до наших компьютеров. Первая часть Full Spectrum Warrior создавалась на основе симулятора, который заказала армия США. Не знаю, что там было в оригинале, но есть ощущение, что в результате адаптации проекта для нужд мирного населения из первоначального симулятора пропало многое. Несмотря на широкие тактические возможности, разработчики постоянно держат игрока в дежавых рукавицах. Часто выбор не очевиден. Особенно это ощущается в первой части. Вторая часть дает больший выбор. Можно прикинуть разные варианты и выбрать оптимальный. Но в определенный момент игрока все же поставят на место и заставят искать единственное верное решение. Это минус? Ну как сказать? Чтобы догадаться, что делать, зачастую приходится изрядно поломать голову. И это увлекает. Поэтому простим небольшой обман, на который пошли разработчики. Он того стоил. В официальной продаже игра появилась 28 марта 2006 года. В России игра распространяется компанией Buka Entertainment. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 64 МБ видео и 3 ГБ на жестком диске. Что такое Full Spectrum Warrior? Это тактическая стратегия непрямого контроля. Вы можете отдавать приказы. Куда двигаться и куда стрелять. Бойцы выполняют их по мере возможностей. Здесь не нужна быстрая реакция. Главное – тактика. Как расставить бойцов? Где найти обходной путь? Открыть огонь на подавлении или кинуть гранату? Сотни вопросов. И найдя правильные ответы, вы сможете пройти уровень. Оригинальная тактика 2004 года получила достойное продолжение. Разработчики вывели игру на новый уровень. Как количественно, так и качественно. Что же она может предложить игрокам? Широкие тактические возможности, сложные уровни, а также интересный игровой процесс. Играть тяжело, но очень интересно. Да, продолжение Full Spectrum Barrier очень, очень похоже на предыдущую часть. Звук стал заметно лучше. А движок Halo, хоть и модернизирован, но для современной игры он слишком скучный. Глупо валяющиеся трубы товарищей и противников. Слабые заборы не обращают внимания на взрывы гранат. Все карты линейные. И строением нипочем обстрел из мощного оружия Брэдли. Итак, оценка звука. 4 балла, графика – 3. Геймплей расстраивает еще больше. Кто додумался лишить нас обучающего режима? Подсказки спасают, но лишь частично. А учебное видео спрятано где-то в глубине раздела с бонусами. Добро пожаловать в армию, сынки! С управлением произошли странные изменения. Такое впечатление, что игру делали для PC, потом адаптировали под геймпад и обратно. Также разочаровывает искусственный интеллект и система сохранения. За геймплей и управление ставлю жирную тройку. Если скрестить тактический шутер с головоломкой, снабдить пристойной графикой, приличным звуком и совершенно невменяемым управлением, мы получим Full Spectrum Warrior 10 Hammers. Игру такую же наигранно бодрую, как солдат перед телекамерой. Сержант приказал быть веселым, но вот как-то не получается. В общем, я оцениваю эту игру на троечку. Некоторое время назад вышел отличный Донгс Ват 4, а почти одновременно с 10 хаммерами на прилавках появился и новый Гострекон. В общем, если вам не жалко 10 часов своего собственного драгоценного времени, то можете их убить на прохождение продолжения Full Spectrum Warrior. Хотя, я думаю, что не стоит. Что же касается мультиплеера, то, мягко говоря, до звания Тактический Counter-Strike этой игре так же далеко, как и до звания Лучшая Игра Года. А сейчас я отвечу на ваши вопросы, которых немного. Первый вопрос. Есть ли другие способы сохраняться в игре? Отвечаю. Во время игры можно записать повтор от последней загрузки и до момента, когда нажмете кнопку Save Replay. Погибли? Выходите в меню и загрузите повтор. Во время просмотра вы можете переключаться между отрядами и, внимание, в любую секунду войти в игру. Единственный недостаток – это отсутствие нормальной полосы прокрутки. Второй вопрос. Ранили солдата, вызвал Брэндли, подвел как можно ближе. А как положить тело в машину? Отвечаю. Для погрузки раненых и пополнения боеприпасов в определенных местах, в основном около грузовиков, есть специальное место в виде желтого круга с крестом или автоматом. Наводите курсор на этот круг. Нажимаете правую кнопку мыши. В правом нижнем углу экрана в кругу действия появляется восклицательный знак. Затем левой кнопкой мыши из контекстного меню выбираете действие. А дальше раненые сами будут кряхтеть, лязгать и лезть в машину. А в Брэндли раненых отправлять нельзя. Что вы знаете об испанской компании Перу Студиус? Я думаю, ничего. А я знаю, что она появилась на свет в 1996 году. Умник, скажете вы, конечно умник. Еще я знаю, что эта фирма славится обстоятельным подходом к разработке игр. Еще она автор легендарной линейки Коммандос. И что какое-то время назад приступила к разработке продолжения этой серии. Но уже в непривычном для нас варианте. В виде тактического боевика от первого лица. Коммандос. Страйк Форс. Представьте себе, что Страйк Форс это старые добрые Коммандос, но с видом от первого лица. Представили? А теперь забудьте. Новая игра похожа на оригинальных Коммандосов примерно так же, как в тылу врага, похожа на Battle of Honor. Не самая удачная попытка Перу Студиус перенести механику своей тактической головоломки о Второй мировой войне в шутер от первого лица. На деле Страйк Форс совершенно спокойно играется, как какой-нибудь монорельсовый Call of Duty. Так что ожидаемых инноваций никто не заметил. А за такую графику в 2006 году должно быть стыдно. В итоге атмосфера игры больше всего напоминает какой-нибудь старый американский фильм про Вторую мировую войну. В продаже игра появилась 4 апреля 2006 года. В России игра распространяется компанией «Новый диск». Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 3,5 ГБ на жестком диске. Если говорить без особой критики, то команда Страйк Форс получилась эдакой бледноватой пародией на тот же Call of Duty или Medal of Honor. Только с тремя главными героями. Веселые приключения командос начинаются во Франции, где они помогают тамошним партизанам пускать под откос фашистские поезда, продолжаются в заснеженной Норвегии и заканчиваются ни много ни мало на развальных Сталинграда. Штатные сценаристы Pure Studios, очевидно, хотели родить чертовски душевный и интригующий сюжет. Однако их попытки провалились громким треском. История о том, как тройка вояк на протяжении всей игры пытается вычислить таинственного предателя, скучна и невыразительна. А главные герои напоминают скорее актеров дешевого театра. Зеленый берет всех подозревает в измене, шпион нагоняет таинственности на пустом месте, а снайпер строит из себя спокойного пофигиста и за всю игру произносит от силы пять фраз. Графически команда Strikeforce выглядит жалко. Мутные текстуры, низкая детализация уровней и нулевая интерактивность недвусмысленно дают понять, что игра изначально затачивалась под возможности консолей нынешнего поколения. С другой стороны, Strikeforce легко бегает даже на очень средних машинах, хоть маленький, но плюс. За графику ставлю четверку с минусом, а вот звук в игре отменный, твердая пятерка. Подводя черту, надо сказать, что гражданам из Pure Studios не удалось воссоздать блистательный геймплей Commandos. Вместо щекочущих нервы диверсионных операций мы получили пачку примитивных уровней, пройти которые сможет даже младенец. Поэтому за геймплей также ставлю четверку с минусом. Вся беда Strikeforce именно в простоте исполнения. Фашисты, не реагирующие на звуки, аптечки в изобилии разбросанные на уровнях, туповатый искусственный интеллект, оружие, стреляющее совершенно одинаково. Увы, но тут все до того легко, что в сон клонит. В итоге больше четырех эта игра не заслуживает, и то с натягом. Вам хочется ядерного экшена? Лучше еще раз пройти Call of Duty. Душа жаждет тайных операций и сложно сочиненных тактик? Тогда к вашим услугам продолжение Splinter Cell. Браться за команду Strikeforce можно только в том случае, если вы законченный фанат шпионов, снайперов и мужичков в зеленых беретах. И если вы хотите насладиться отменной музыкой в исполнении симфонического оркестра Братиславы. Что-что, а музыка тут удалась. А теперь самое вкусное. Ваши вопросы и мои ответы. Вопрос первый. Парни, помогите, застрял, обгоняю мост. Фрицы, пруты я с совокупными силами берета и снайпера отстреливаю. До тех пор, пока не начинают идти танки. И все потому, что я не могу понять, как их взрывать. Отвечаю. Посмотри на карту. Там нарисован ящик с амуницией. Идешь туда. Рядом с ним лежат противотанковые ружья и мины. Все это находится в доме справа, если смотреть на мост. Следующий вопрос. Парни, никак не могу пройти последний уровень. Сталинград, удерживание обороны. И я не виноват, что подконтрольные мне союзники воевать не умеют. Отвечаю. Рядом с грузовичком аптечки выдают. Как только кто-нибудь из союзников оказывается ранен, то очень быстро беги к нему аптечкой лечить. Ну, на сегодня вот как-то вот все. Больше не успели? Не волнуйтесь, успеем на следующей неделе. Пишите ваши вопросы на адрес faqsobacamoose.tv.ru И я обязательно их прочитаю. До скорого. Играйте и выигрывайте. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok